Это программа «День с толком». Подведем сегодня итоги уходящей недели в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Субтитры делал DimaTorzok Неспокойно было и на дорогах. Несколько фур слетело в Кювет. В соседнем Новосибирске и вовсе собрался так называемый паровозик из 15 машин. Благо, обошлось без пострадавших. Вот КамАЗ развернула поперек дороги. И конца, и края нету. А накануне страшная авария случилась в немецком национальном районе края. Столкнулись скорая помощь и грузовой автомобиль. ДТП произошло в 4 утра на автодороге Крутиха-Славгород. Как сообщила региональная прокуратура, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи. Водитель автомобиля скорой медицинской помощи скончался в центральной районной больнице города Славгорода после транспортировки. Пассажир автомобиля скорой медицинской помощи, пациент, 73-летняя жительница села Орлова немецкого национального района, скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи. Фельдшер, а также пассажир, который сопровождал пациента с множественными телесными повреждениями, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Добавим, только за октябрь этого года на дорогах края погибло 184 человека, в том числе 9 детей. Меньше месяца остается до открытия моста на новом рынке. Подрядчик обещает закончить работы в срок до 30 ноября. Завтра у торгового центра «Пионер» приступят к демонтажу разворотного кольца. Это необходимо для того, чтобы потом соединить проезжую часть с путепроводом. Напомним, ровно неделю назад рабочие начали демонтаж разворотного кольца в районе дома «Быта». Пассажирам следует заранее продумать свой маршрут, так как теперь схема проезда изменится. Например, движение трамвайных маршрутов номер 1 и номер 4 будет прекращено. Для организации транспортного обслуживания будет осуществлено движение автобусным маршрутом по маршруту от площади «Спартака» до торгового центра «Пионер». По схеме проспект Красноармейский, проспект Строителей, проспект Ленина в обратном также направлении. При этом пересадочный тариф по-прежнему будет действовать, как и все льготы. Провести на остановке больше часа в ожидании своего автобуса. С наступлением зимы в Барнауле опять встал вопрос с общественным транспортом. На некоторых маршрутах ситуация критическая. Вместо 10 машин на линию может выходить 2. В нашем следующем сюжете расскажем подробнее. Денис Колупаев живет в индустриальном районе. До недавнего времени особых проблем с общественным транспортом не замечал. Было терпимо. Сейчас мужчине пришлось столкнуться с новым для себя маршрутом. На прошлой неделе начали ездить в развивашку с ребенком. Обратил внимание, что автобус номер один с интервалом 30 минут примерно ходит. То есть проблем больших нет. И его дождаться, и воспользоваться. На этой же неделе все изменилось. То есть по часу и больше. Звонил в центр транс. Они подтвердили, что допустим вчера одна машина была на линии. То есть один автобус всего курсировал по городу. Сегодня обратил внимание, что это количество 2 единицы из 10, которые должны быть. Смешно, что ехать-то всего 15 минут, говорит мужчина, а ждать транспорт больше часа. По навигации невозможно понять, во сколько он приедет на конечную, во сколько он развернется и поедет обратно. И как-то вот в связи с этим приходится ходить пешком, либо на такси ездить. Единица – далеко не единственный проблемный маршрут в городе. Ранее барнаульцы жаловались на работу автобусов номер 80, 110, 113 и не только. Сегодня я стояла на остановке 30 минут с 7 утра. У меня проехало 6 автобусов полных и даже не остановились. А поздали куда-то сегодня? На пару, на 30 минут, потому что в итоге поехало на такси. Ждать, наверное, приходится из-за того, что пробка стоит. То есть какое количество было, их такое осталось, они там каждые 10 минут обычно ходят. Но вот их тоже количество осталось, просто они в пробке стоят и едут. Ну минут 15-20 можно, бывает за 5 минут. Есть на что пожаловаться и самим пассажироперевозчикам. Частично решить проблемы можно, если увеличить число автобусов в большой вместимости на популярных маршрутах. По словам перевозчиков, это должно быть как минимум 100 единиц. На данный момент краевая столица ожидает 41 автобус. Как нам сообщили в Министерстве транспорта, автобусы должны прибыть до 15 января, выйти на линию в первой декаде 2024 года. В мэрии предварительно решили, что автобусы выйдут на маршрут 1,10, которые сейчас практически не работают. Ожидается поставка и 10 трамваев. Кстати, интересно, что даже при сегодняшнем раскладе часть барнаульцев общественным транспортом в целом довольна. На автобусы стали чаще ходить. Проезд, возможно. Цена плюс-минус остается на месте, не поднимается вверх. У нас многоредок всяких и 33-й, и 50-й, и 108-й, и 109-й. А летом еще садоводческие, не скажу, что плохо. В ближайшее время город будет пытаться решить и проблему с кадровым дефицитом. Центр занятости населения уже провел набор водителей для переобучения на категорию D. Обучение бесплатное, трудоустройство гарантированное. Правда, пока это 10 новых водителей на весь город. Но это уже что-то, говорят перевозчики. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Спрос на рабочих, в том числе водителей автобусов, стремительно растет в крае. Так, за этот год сообщили аналитики онлайн-платформы Headhunter. Потребность специалистов рабочих профессий увеличилась на 32%. В топе самых оплачиваемых рабочих – водители грузовиков и автобусов. За их труд сегодня ежемесячно готовы платить по 200 тысяч рублей и больше. Подобные суммы можно увидеть и для вакансий сервисный инженер. Также немалые деньги по меркам региона предлагают машинистам крана. Их готовы вознаграждать зарплатой в 350 тысяч рублей. Замыкают список лидеров монтажники окон высшей категории. Им работодатели в среднем предлагают до 120 тысяч рублей в месяц. А вот список самых прибыльных профессий в Барнауле возглавляют IT-специалисты. Их заработная плата доходит до 450 тысяч рублей в месяц. При этом отрасль также испытывает острый дефицит в кадрах. О том, в какой поддержке нуждается сегодня IT-индустрия и о последних тенденциях в сфере, моей коллеге Анастасия Дороган рассказал по видеосвязи эксперт, общественный помощник бизнес-амбдуцмена Алтайского края в сфере информационных технологий Виталий Лаженцев. Мы ограничены внутренним рынком. Многие внешние контракты давно уже остановлены. Мы понимаем, что в ближайшее время то, что остановлено, не восстановится. И поэтому нужно работать с азиатским рынком, исключиться, переориентироваться на восток. Это не очень просто свой менталитет, у них свои задачи там. Но выделяются и даже финансовая поддержка бывает для IT-компаний по продвижению. В частности, сейчас сам веду переговор с Индонезией. Очень интересно. Там есть действительно государство, где цифра на таком начальном уровне. Мне просто люди говорят, у нас как в 90-е. У нас нет BPM-систем, CRM-систем. У нас все нужно. Поэтому вполне себе нормальный вектор. Я думаю, что мы переориентируемся. Есть страны в Азии, где цифровизация еще пока на начальном таком уровне, куда можно продвижаться. А есть туда, куда мы не зайдем. Например, заказной разработкой в Китае. Делать особо нечего, они сами там все могут. Но если какое-то будет решение, кто знает. Может быть, мы сможем туда попасть. Хотя там же закрытая, конечно, страна. То есть нужно очень сильно смотреть продукты от того, что ты продаешь. Я еще бы отметил, что среди IT-компаний, где-то процентов 60, это заказная разработка. То есть только какие-то задачи есть, мы реализуем или поддержка каких-то систем. То есть нет продуктов. Насталкает к тому, что вы делаете продукт, мы вас акселерируем, мы дадим грант, будете въедрять, какое-то свое решение. Ну, знаете, ребят, решение сделать это для средней компании небольшое. Это год работы, это вложение своих денег, и еще непонятно, продукты мы строили или нет. Ну, захотим мы с вами сделать аналог ЗУ. Не так-то это все просто. Сейчас аналоги, конечно, есть российские, хорошие. Ну, поэтому надо не забывать о том, что есть заказная разработка. Ну, и, в общем, тут нужен такой анализ региона, куда мы хотим заходить. Азия очень неоднородная. То есть для каких-то азиатских стран мы можем быть дешевым субподрядом, а для каких-то опытным игроком, который еще и что-то привнесет и разобьет. Да, безусловно. Ну, насчет дешевого субподряда, там, скорее, индийцы все занимают в нишу. И вряд ли туда и имеет смысл дешевым субподрядом. Нужно выработать стратегию, как ты будешь номер один, почему ты будешь молодец, тебе платить дорого. У нас, например, есть проекты логистические с крупной красной компанией и одной перевозчиком в России. Вот, и можно эти проекты показать. Значит, скорее всего, вам доверят какие-то другие подобные проекты. Может быть, вы будете, да, пусть дороже, но более надежно, чтобы меньше вероятности каких-то провалов, что вы этот проект исполните. Здесь уже нужно придумывать. Ну, а если продукт, конечно, тут проще. Проводишь маркетинговые исследования на рынке и видишь, кто там пользуется в этой стране. Там, в Камбодже, например, какие мессенджеры популярны, какие видео для конференц-коллов сервисы есть. Ну, ты выделяешь чем-то лучше и туда заходишь. Там уже представитель продаешь и так далее. Ну, я здесь, в далеких этих контрактах, не распылялся на мелкие сделки. Наверное, в общем-то, все так делают. То есть, нужно какой-то крупный заказчик, лучше время потратить, но с кем-то договориться сразу. Малому бизнесу всегда тяжелее вот эти вопросы решать. Я бы сказал, что сообщество – это тренд действительно для IP. Раз у нас есть такая поддержка и возможности, и в целом фаворит цифра, значит, ну, надо объединяться, чтобы сообщать какие-то решать вопросы, куда-то заходить вместе. Я недавно был на составе рабочей группы у уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы. Собственно, вот там обсуждали мы, что нужно доработать механизмы юридические, чтобы эти компании, малые, могли объединяться в консорциумы и участвовать в каких-то крупных конкурсах. Потому что сейчас как устроено? Происходит крупный конкурс, его выигрывает крупное агентство, опять же таки, IT, у которых в портфолио 100 этих проектов было выполнено. Ну, все вроде бы хорошо, а это агентство на суд подряд передает кучу региональных компаний, разные участки этого проекта. Или там все даже передает. И, собственно, делается это, опять-таки, у нас в Барнауле только с ценником в 5 раз ниже. Понятно, что они несут риски, могут вообще не сделать в Барнауле ничего, но все-таки риски они не такие огромные, они такие, чтобы закладывать большие суммы такие огромные. Неплохо бы, чтобы какие-то компании мало имели доступ. Основные заказчики они в Москве находятся, просто территориальности главной офисы компаний, и с ними надо переговоры вести. То есть вот основные проекты, клиенты у многих IT-компаний находятся здесь, в Центральной России, в Питере, в Москве. И какие-то проблемы возникают, тут же пишите в чат, и люди ответят, есть помощь юристам, можно просить помощь бухгалтера. А, кстати, вот эти все специалисты, юристы, бухгалтера, они тоже должны знать IT-шную специфику, какие у нас льготы, как это все оформляется, делается. Это целая ниша тоже развития бизнеса, консалтинга, IT-компаний. IT-компании, они также развиваются по-своему немного. Если ты можешь попытаться там внедрить системы инструментов автоматизации на предприятии, на заводе, это один разговор. А IT-шники, да, люди достаточно свободные, привыкли жить по графику, по-свободному, они могут много работать, гораздо больше, чем просто, ну, там, 10 часов, не знаю, в день, ночью работать. Но как им удобно. Они не очень-то хотят вылетаться в какую-то идеологию, которая свыше, там, пытается проникнуть в их умы. То есть формируется, безусловно, корпоративная культура внутри каждой компании, она разная. Каких-то там более как-то все официально, каких-то семейный тип. У кого-то, не знаю, там могут висеть футболки, просто сувениры какие-то, как бы сказать, на грани цензуры, прямо в офисе. Кто-то может позволить себе с Киева прийти на работу. Кто-то работает в офисах в государственных учреждениях, там все, ходят себе в костюмы. То есть по-разному, но IT-шники сами почитают формировать свой микрокиньер. У меня такое впечатление после ваших слов, что сейчас государство пытается зайти в IT. Свои правила игры, так сказать, повесить. Это не испортит ли сферу? Ну, если прям навязать жестко какие-то правила игры, то точно испортит. Вопрос, что это не получится, скорее всего, сделать. И это понимает. Это понимают. Государственные структуры точно понимают, опять же, потому что они вполне работают с ассоциациями. Ассоциации доносят голос бизнеса. То есть любое изменение, как вот если со стороны государства есть какая-то инициатива, оно согласуется все-таки с ассоциациями. Но все-таки надо узнать, а будет ли волнение, будет ли, я не знаю, волнение громко скажу, но будет ли какой-то шум. И поэтому нам спускаются какие-то вопросы. И можем высказать свою реакцию. Будем делать или не будем. С другой стороны, если ассоциации чего-то хотят, то тоже спрашивают. Есть возможность спросить министра. И тоже дать обратную связь. Вот недавно же прошло собрание, и были вопросы даже из зала. А давайте сделаем вот так. И тут же министр очень быстро отвечает, что да, можно сделать, да, работаем. Но вот здесь будут какие-то последствия, и лучше этим вообще не заниматься. Ну, как бы там все-таки свои люди все услышали. То есть это настоящее отраслевое такое сообщество, оно очень плотно связано с государством. Государству, ну, зачем навязывать свои какие-то принципы? Надо много чего импорта замещать. Выступали люди, например, из «Газпром» нефти. Там больше сотни только проектов, решений разных, которые нужно импорт заместить. Он показал там карту, это было очень серьезно, конечно. И только часть там пока замещается. То есть там очень много закупок. Да, не все это там удобно, комфортно, но можно сделать и зайти туда и работать. Для малого бизнеса, как всегда, это нелегко. Ну, средний вполне себе нормально тут чувствует. Поэтому я думаю, что не будет здесь как-то меняться идеология. Айтишники очень плохо к этому приспособлены люди. Уборочную кампанию практически завершили в крае. Небольшой объем работ остался по гречихе, яровой пшенице и ячменю. По масличным культурам аграрии продолжают заниматься подсолнечником и льном. Идет сбор урожая овощей. Предприятия озабочены кормовой базой для животных на зиму, так как погодные условия испортили качество трав. По словам министра сельского хозяйства края Сергея Межина, в регионе заготовлено 78% сена, 90% сенажа и 2% силоса. Если говорить, нам надо где-то 24 кормовых единицы в целом на голову, то на сегодняшний день у нас с учетом переходящих запасов 22-22 единицы кормовых у нас есть. Есть вопросы, которые мы будем решать в рабочем порядке с сельхозтоваропроизводителем по переброске кормов, в том числе по закупке. В администрации края подчеркнули, что правительство готово финансово поддерживать сельхозпроизводители для необходимых закупок. Для этого используются различные механизмы господдержки. Так, на прошлой неделе в Минсельхоз страны направили дополнительную заявку на финансирование льготных краткосрочных кредитов для алтайских сельхозпроизводителей на сумму в 10 миллиардов рублей. На Барнаульском элеваторе должны запустить цех по переработке гречехи до конца этого года. Об этом на неделе заявил начальник управления по пищевой промышленности Александр Большаков. На сооружении уже идут пусконаладочные работы, а на предприятии лежит зерно гречехи и частично пшеницы. На какую мощность рассчитан элеватор и о других итогах в сфере пищевой промышленности региона расскажем далее. Барнаульский элеватор, сменивший собственника в 2020 и цвет в 2022, наконец реконструирован и готов к хранению зерна. Об этом СМИ рассказал начальник управления пищевой промышленности Александр Большаков. И подчеркнул, что состояние предприятия качественно изменилось. За 200 миллионов провели капремонт, заменили водоснабжение, отопление, подвели газ. Им новый хозяин и будет сушить зерно, главным образом гречиху. Рассчитанная мощность элеватора – 150 тонн в сутки. Цель покупки элеватора была, у них были договора с госорганизациями, с государственными заказчиками на хранение этого зерна. Они часть его хранят как для госзаказчиков, часть используют для себя, для того, чтобы хранить, принимать, хранить и перерабатывать в крупу. И уже первые там партии, пробные переработки есть. Я говорю, что пусконаладка идёт. Но в дальнейшем, я думаю, что большая часть мощностей будет использоваться именно для покупки зерна гречихи, потому что там другого производства нет, и его переработки. Серьёзные изменения произошли на некоторых других производствах. Так, на хлебокомбинате Алтайский Закрома идёт пусконаладка новой линии производства. А на Черёмновском сахарном заводе обновили транспортное оборудование и провели реконструкцию. За половину 2023 года объём инвестиций в пищевую сферу составил около 5 миллиардов рублей. На фармпредприятия – порядка 700 миллиардов. Сейчас на Черёмновском заводе выработали 46 тысяч тонн сахара, переработав чуть больше, чем четверть от запланированного объёма. Из-за погоды качество свёклы в этом году хуже, рассказал начальник управления, но урожайность выше. А вот санкции на вопрос технического перевооружения не повлияли. Бизнесмены, которые зашли в Россию с этим оборудованием и которые представляли там заводы, то есть фактически это русские компании, которые продавали импортное оборудование. То есть они остались, они никуда не ушли. Если раньше оборудование завозилось прямо из Германии, либо из Италии, сегодня это оборудование завозится в Саудовскую Аравию, там куда-то ещё. И поступает к нам дольше, дороже, но оно и есть. По словам Большакова, за пределы страны край отправил больше трёх миллионов тонн продукции. В Казахстан по традиции зерновые и масличные культуры, в Монголию – яйца, в Китае рап, слён и масла из них, муку и куриные субпродукты – гребешки и ножки. Также начальник управления пояснил, что введение акцизов на сахар не привело к снижению объёмов производства сладких напитков. Компании изменили ассортимент, расширив или уменьшив линейку продуктов, или же повысили цену на размер акциза. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Жильцы многоэтажки Валейске уже несколько лет занимаются вынужденным закаливанием. В их доме нет горячей воды и люди никак не могут добиться её подачи. Почему и есть ли в принципе решение проблемы, расскажет Юлия Щепина. Чтобы помыться, жильцы этого дома каждый день вынуждены проходить квест. Проблемы с горячей водой в квартирах начались ещё в 2019 году, когда их дом подключили к новой котельной. Как подключили 22-ю, тепловая компания Шипуновская начала обслуживать нас. У нас вода была минимум 40 градусов, максимум. Потом всё меньше, меньше, меньше. И в конце концов в этом году, вообще нет, уже год у нас её нет воды горячей. При строительстве этой котельной занизили вроде как бы трубы. Не тот диаметр поставили. Поэтому вам не хватает воды. До этого нам хватало воды. После год нам не стало вода хватать. Вообще, когда подключили эту котельную, настолько грязная вода шла. Вот грязь, натуральная земля. У нас ванны поиспортились из-за этого, потому что чистили и чистили, и чистили. Как мазутом всё было смазано. Многочисленные обращения в различные ведомства не дают результатов, подчёркивают жильцы. Перебои с горячим водоснабжением начались после установки управляющей организации циркулирующих насосов во внутреннюю систему горячего водоснабжения многоквартирных домов по переулку Олимпийский, тем самым нарушив гидравлический режим подачи горячей воды в трассе по улице Севрикова. В ведомствах наличие проблемы признают, однако мер, которые всё-таки её решат, не предпринимают. Но зато плата за коммунальную услугу по горячему водоснабжению не взымается. Дом, когда перешёл в моё управление, у них уже были проблемы с горячей водой, то есть были разбирательства. Мы со своей стороны на вводе составляем акты, обращаемся в ресурсоснабжающую организацию. Пытались, проходили по трассе уже своими силами, с теми же ресурсниками, там, где возможно было перекрыть. То есть при отсечении ряда домов, которые идут от трубы на другую сторону, сюда вода заходит. Как только регулировку начинают делать, чтобы ещё раз, два, три, четыре дома по этой ветке, всё, температура воды падает. Ресурсовик. Шипуновская тепловая компания отказалась от комментариев по телефону. Мы направили официальный запрос. Как справляемся? Если возможно съесть баню и стопить где-нибудь и помыться. На газе греем и моемся. На газе греем воду и моемся. А больше выхода грязно не пойдёшь. Кстати, с тех же времён начались проблемы и с отоплением. Однако оплата за тепло по полному тарифу возмущены жильцы. Получается в месяц около 7 тысяч. Только за отоплением. Отопление только одно. Вот у меня трёхкомнатная квартира, я за отопление получу почти 7 тысяч. Ну, тоже за отопление. И получается, квартира зимой у меня выходит около 11 тысяч. И мёрзнем, и болеем. Ещё на первых этажах вообще холодно. Ни полотенчики не прогреваются. У нас от воды до горячей полотенчики. Сыра в квартире. Вся эта техника бытовая портится. Всё ржавеет, всё холодно. Ну, вообще невозможно. Мы в основном здесь уже все в доме почти пенсионеры. Ну, ладно, лето прошло. Мы там банят туда-сюда, кто-то, где-то как-то. Зима наступает, всё. Не помыться, ничего. Утром встаёшь, вода ледяная. Это же ужас один. Ну, что такое. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. А в Бийске одинокая женщина с ребёнком рискует погрязнуть в больших долгах. В конце октября рядом с её домом произошло возгорание, которое затронуло участок семьи и склад торговой сети дискаунтеров. У последнего сгорела крыша склада, а у женщины теперь нет хозпостроек и большой ремонт требуется дому. Пострадавшая начала латать жильё, но у неё есть серьёзные опасения в том, что именно её сделают виновной в пожаре и заставят выплачивать компенсацию продуктовой сети. О подозрительной истории далее. Версия, что пожар начался с обесточенного места, мягко говоря, смущает Татьяну Миллер. Спустя неделю после произошедшего она еле сдерживает слёзы. Женщина купила этот участок всего год назад, сделала основательный ремонт и вот требуется новый. Куда серьёзнее по затратам. Необходимо заменить кровлю, потолки, проводку, мебель. Примерно просчитывали бюджет, а какой сумме идёт? Я даже не представляю ещё, если честно. Даже боюсь думать об этом, потому что я не знаю. У меня вот окна в 50 обошлись. Крыша во сколько обойдётся? У нас больше 100 квадратов крыши. Так это мы перекрытие сгорели. Вот у меня угол, тут стену надо переделать полностью. Возгорание началось ночью. Женщина в это время была на смене, а её 15-летний сын спал у этого окна. Он проснулся от того, что с его слов стёкла начали лопаться, трещать. Он думал, будильник зазвонил, чтобы в школу пара соскочила, а тут всё уже плохо. В каком он сейчас состоянии? Да, сейчас вроде ничего маленького, нормально. Шок прошёл. Подростка вытащили соседи. По словам очевидцев, огонь быстро охватил крыши трёх зданий. Дома Татьяны, её гаража и склада торговой сети, который стоит вплотную к гаражу. Приехал на работу, отпросился. Ну, тут уже ходили, смотрели пожарные, кто были. У ребят спросил, говорю, откуда у вас сгорание? Ну, примерно, говорит, со светофора. Сами пожарные говорили. Тут вроде бы посмотрели, всё чисто. Говорили, что очаг начался с гаража, но машина там нормальная, даже вообще ничего. Если бы оттуда горела, может быть, и так. Машина в первую очередь бы пострадала. Сейчас главный вопрос – источник возгорания. Документы, в которых укажут официальную причину пожара, подготовить должны через месяц-полтора, сказал Татьяне пожарный инспектор. И он же пока неофициально сообщил – вина на её стороне. А это значит, что именно женщина должна будет выплачивать компенсацию дискаунтеру. Но ей всё это кажется подозрительным. А понять картину с другой стороны сложно. Сгоревшую кровлю склада торговой сети и часть проводки оперативно убрали. Татьяна собирается нанять адвоката и обратиться в прокуратуру. Она уверена, что это на её участок пришёл огонь. Но обратиться в суд она сможет только после того, как получит заключение. Специалисты должны изучить все обстоятельства, в том числе характер термических повреждений зданий, степень их огнестойкости и соблюдение противопожарных расстояний между постройками. В данном случае расстояния нет никакого. Всегда есть генеральный план, правила землепользования и застройки, в соответствии с которым весь город делится на определённые зоны. Вот есть зона, например, индивидуального жилищного строительства. Есть виды тех зданий, которые там могут располагаться. Но там явно никаких складских помещений быть не может. Поэтому нужно вот это проверять. То есть вообще, в принципе, склад там и мог располагаться или нет. Насколько законно он. Может, он вообще самовольно был построен. Сейчас Татьяна ищет съёмное жильё и морально готовится к большим расходам на ремонт, чтобы спасти дом от промерзания и судебным разбирательством. Она надеется, что ей удастся добиться справедливости, чтобы не быть без вины виноватой. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Владислав Ковалёв. День с толком. Серьёзный скандал разгорелся на неделе на конеферме Аграрного университета. Ферму собираются закрыть. Но такое решение вызывает проблему у тех, кто занимается конным спортом. С чего начался конфликт интересов? И неужели конеферма с 37-летней историей просто прекратит своё существование? Тему продолжит Ирина Корчагина. Так, ты снимаешь? Снимай, снимай. Я говорю, вы не проходите на территории. В 8 утра приехали с администрацией Аграрного университета и охрана. Сообщили о том, что здесь лошадей больше не будет. Кони, люди, слёзы, полиция, охрана. Таких эмоциональных скачек эта конеферма за свои 37 лет ещё не видела. Территория находится в посёлке Центральный на балансе Аграрного университета. Сегодня юные спортсмены, их родители и тренеры были огорошены. Ректор Аграрного университета принял решение о закрытии фермы. Представители вуза и охрана попросили всех покинуть территорию. Забежали в конюшню, начали кричать, отсюда вышли, конюха начали выгонять. Он занимался, кормил лошадей. Всё, выходи отсюда. Спортсмены потеряли место для тренировок, а эти люди – свои рабочие места. А для Аграрного университета, видимо, само существование фермы было проблемой. Содержать 34 лошади невыгодно. Животные принадлежат государству. После закрытия конефермы их увезут на ипподром. По словам общественников, они неоднократно предлагали варианты, чтобы снизить финансовую нагрузку на вуз. Но, опять же, по их словам, ответа не поступало. Я предлагала возможность содержать лошадей за свой счёт. Они бы стояли дальше на балансе университета. Я предлагала взять в аренду этих лошадей вместе с территорией, для того, чтобы снизить затраты по содержанию этих лошадей. Я предлагала купить этих лошадей с возможностью взять в аренду эту территорию. Я осведомлён, что будут продолжаться тренировки, но только не здесь, скорее всего. Я тогда просто не могу идти. В пресс-службе Аграрного университета подтвердили, что лошади будут переданы по договору аренды Барнаульскому ипподрому. Животные получат должный уход, чему не верят общественники. Также в ВУЗе подтвердили, что каниферма содержалась на внебюджетные средства ВУЗа и была убыточной. Ещё в университете заверяют, что по итогам проверки на ферме Центр гигиены и эпидемиологии выдал отрицательное заключение. Ближе к вечеру часть лошадей уже увезли. Можно только представить, что это значит для тех, кто работал на этой ферме с 80-х годов, отдав своему делу всю жизнь. Непонятно, какой-то замкнутый круг, что ректор хочет. Непонятно, какая обида у него на заведующего канифермой. Конечно, на заведующего канифермой я, как его супруга, должна обижаться, потому что это невозможно с таким человеком жить, который всю свою пенсию тратит на корма, на ремонт крыши. И ещё это ужасно. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении выпуска новая книга о заслугах учёного и общественного деятеля Николая Ядринцева вышла в свет. Её написали, как говорят в литературном мире региона, три богатыря – эксперты от филологии, истории и философии. Ради эксклюзивных сведений авторы ездили в Томск и Санкт-Петербург. Об издании, которое уникально по многим параметрам, расскажет Данил Кузнецов. Робко-робко было произнесено, а что если после Скурлатова, Титова, Калашникова возникнет Ядринцева? И он возник. Не воочию, конечно, на бумаге, но с максимальной полнотой и качеством раскрытия темы. Подобная объёмная биография о Николае Ядринцеве не выходила более века. С тех пор появилось множество интересных сведений о его научной, политической, литературной и этнографической деятельности. Освежить память о великом исследователе Сибири решил доктор филологических наук Сергей Монсков, один из авторов книги. Ну вот, когда вышла книга «Сибирь как колония», был большой читательский резонанс, потому что в Барнауле она до этого не выходила. Книга Ядринцева. И когда поняли, что эта фигура для Алтая значимая, авторитетная и без неё очень сложно, вольно или невольно возникла необходимость создания этой книги. Создавали книгу около двух с половиной лет. Особенность произведения в том, что его собирали трое учёных. Филолог Сергей Монсков вплотную осветил тему создания областной газеты «Восточное обозрение» и литературные достижения Ядринцева. Философ Александр Головинов рассмотрел политические и правовые идеи, а историк Вячеслав Должиков и вовсе погрузился в архивы Санкт-Петербурга, чтобы найти сведения о создании первого университета в азиатской части России и о путешествиях по Алтаю и Монголии. И вторая важная ещё научная заслуга, как археолога, это установление локации, локуса точного расположения Каркарума, то есть столицы тюркских и монгольских государств, древних. Общий тираж – 2500 экземпляров. Этого хватит, чтобы произведение попало во все библиотеки и школы Алтайского края. Отметим, несмотря на то, что книга уже закончена, авторы продолжают собирать сведения о Ядринцеве. Ведь, как они говорят, он – личность мирового масштаба, которая оставила большое наследие для Алтая. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. И на этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...